Отставка действующего президента Федерации водного пола Республики Татарстан. Пост сдал, пост принял. В связи с загруженностью Ильхам Насыбуллин снял с себя полномочия президента Федерации водного пола Татарстана. Изнагласным решением теперь данное направление возглавил Владимир Циома. Заместитель руководителя Следственного комитета уже обозначил основные векторы развития. Одна задача это массовость спорта, безусловно. И президент ватерпольного клуба «Синтез» в принципе достаточно четко ее обозначил. Развитие детского спорта, развитие республиканского чемпионата. План развития водного пола утвержден до 2022 года. Новые бассейны функционируют не только в городах и райцентрах, но и на селе. Дело за малым создавать команды по водному полу в глубинках. Сегодня проработали не только в крупных городах, как Альмейский, Наберинчилны, Нижикамск, Чистополь. Мы поработали сельские районы, таких как Сабинский район, Арский район, других, где можем развивать прекрасные виды спорта. Там в селе тоже живут крепкие ребята. Создавать им условия, обеспечить тренерским составом. Помимо развития базового клуба «Синтез» прозвучало предложение организовать свои внутренние чемпионаты. К примеру, первенство города или республики. Школа водного пола Татарстана одна из самых сильных в стране. А при той базе, которую сейчас вообще у нас, опять же, про что говорили на конференции в республике Татарстан, есть в виде бассейнов по всему Татарстану, можно, наверное, вообще великолепный чемпионат Татарстана сделать, если все это оплатится. Выступление российских спортсменов на международной арене в этом виде спорта переживает не лучшие времена. Татарстан в этом плане может быть флагманом. Уже сейчас можно задуматься и о будущем водного пола на олимпийском уровне. Алмаз Гафиатов, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань.